Ямальские многодетные семьи получили право на авансовое возмещение расходов на отдых. Новая поддержка многодетных семей стартовала этим летом в Ямало-Ненинском автономном округе. Теперь семьи, имеющие 5 и более детей, могут получать выплату на отдых с детьми до отъезда в отпуск, а не по факту, как это было раньше. Эта мера позволит еще большему количеству таких семей выехать за пределы округа на отдых и лечение, потому как именно средства, которые нужны на дорогу и гостиницу на первых порах, зачастую у таких граждан отсутствуют. Отдых может быть любой, где семья может просто снять гостиницу, кемпинг, дом, вот именно в благоприятных условиях, считаю, и подлежит именно возмещению, вот это размещение семьи. То есть в данном случае у нас предоставляют документы, когда арендуют какой-то апартаменты, кемпинги, гостиницы, и мы возмещаем данные расходы. При этом возмещаются расходы по проживанию не только на территории Российской Федерации, но и за пределы. Один нюанс. Воспользоваться этой мерой поддержки можно один раз в три года. Предварительная оплата рассчитывается на 14 дней, по 1400 рублей на человека в сутки. Для того, чтобы получить аванс, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Деньги выдаются сразу, а отчитаться за расходы семье нужно в течение двух месяцев после возвращения с отдыха. Если семья находилась на отдыхе дольше двух недель и сумма за проживание вышла больше, то при предоставлении соответствующих документов производится перерасчет и доплата. Максимально могут возместить расходы на отдых за 21 день. Такой поддержкой смогут воспользоваться больше тысячи ямальских семей, а 51 семья уже получила аванс на отдых. Начиная с весны 2019 года управлением культурой и молодежной политики ведется кампания по трудоустройству студентов на летний период. На текущий момент специалисты отрабатывают списки вакансий и соискателей. Трудоустройство возможно как по специальности, так и на должность, не связанную с получаемым образованием. Мы договариваемся с организациями района, которые готовы взять к себе студентов на летний период. То есть некоторые могут взять одного человека, некоторые двух человек, кто-то чуть-чуть побольше. То есть мы полностью аккумулируем эту информацию, и эта информация в последующем будет предоставлена нашим студентам. Трудоустройство студентов начинается с 1 июля. На текущий момент на территории района имеется больше 20 вакансий. Дополнительно управлением культуры проводится набор студентов на работу вне территории района. Так, к примеру, речной порт города Лабытнанги подал список на 15 вакансий с предоставлением жилья и питания. И несколько вакансий предоставлены организациями города Салихард. Также, если сами организации имеют потребность в сотрудниках на летний период из числа студентов, то они могут подать списки предоставляемых вакансий в Управление культурой и молодежной политикой. По всем интересующим вопросам трудоустройства работодатели и соискатели могут обращаться по телефону 8 349 96 307 24. 28 июня в рамках поддержки федеральной целевой программы «Вода России» организации районного центра провели субботник вдоль протоки Малая Юмба. Берега противоположной поселку были убраны от мусора, скопившегося за зимний период. И в период паводков, когда водой мусор переносило от поселка на противоположный берег реки. Вода поднималась, очень много мусора вылезло, приплыло. И вот сейчас пришло время все это дело на этих всех берегах навести порядок. Сегодня мы обзвонили все организации, которые у нас существуют деятельность на территории муниципального образования Русалинска. Мы попросили по одному-двух человек, желающих прийти и поддержать нашу акцию. Таким образом, для наведения порядка вдоль акватории поселка собралось более 40 добровольцев из различных организаций и предприятий. Для доставки людей через реку и перевозки мусора администрации района и муниципальные предприятия «Трансгеострой» предоставили водные судны. А администрация сельского поселения выделила все необходимые расходные материалы. За время проведения уборки берег был освобожден более чем от 50 мешков различного мусора. Как отметили сами добровольцы, то участие в акции подобного плана крайне полезно. К тому же в этот день и сама погода задавала приятный рабочий темп ярким летним солнцем. Настроение очень хорошее, погода радует. Считаю, что акция очень полезная, так как необходимо содержать и территорию поселка, и вселенную территорию в порядке, в чистоте. Так что ничего в этом плохого нет. Наоборот, считаю, что нужно чаще проводить, больше привлекать население. В рамках акции мы с коллегами решили принять активное участие. Тем более, сегодня способствует погода. Это замечательное настроение. И причем при всем мы считаем, что порядок должен быть во всем. В эту субботу районный центр вновь отпразднует День молодежи. В этом году для гостей праздника приготовлено несколько интересных и зрелищных новшеств. Претерпели изменения, уже давно полюбившиеся ярсалинцам, соревнования по силовому экстриму. Спортсмены будут соревноваться за Кубок Головы поселка в командном зачете. А для укрепления духа соперничества были приглашены силачи из Шурышкурского и Приуральского районов. Ямальский район будут представлять две сборные. Чтобы поднять настроение всем присутствующим на празднике, организаторы пригласили специальных гостей. Группу чирлидинга «Динамит», которая является группой поддержки спортивного клуба «Московская Динамо». Музыкальное сопровождение праздника украсят треки московского диджея «Фрирайдер». По традиции, не обойдется без праздничной торговли и развлечений для детей и их родителей. А поскольку прогноз погоды обещает нам теплый и солнечный день, то праздник придется по душе каждому посетившему его. Продолжение следует...